Приветствую гостей канала Дачный Креатив. Я Елена. Хочу поделиться с вами опытом по изготовлению садовых фигурок. В прошлом году осенью я попробовала сделать из цементной смеси садовые фигурки. Сделала несколько грибочков, сделала вот такую тыкву, несколько листиков подсвечника кашпо. И хочу поделиться с вами опытом по изготовлению таких фигурок. Планирую снимать мастер-класс. Но для начала хочу вам показать, как они смотрятся у меня в саду. Сейчас быстренько пробегусь с камерой по своим клумбам, где у меня находятся садовые фигурки. А потом уже к вам вернусь и пару слов скажу по каждой фигурке. Начинаю сразу здесь около дома. То, что у меня стоит, сейчас покажу. Самые первые пробные мои попытки. Такая рыбка. Это формочки детские для песочницы. Сейчас я их потом побольше уже буду все собирать. И уже буду показывать получше. Это подсвечник. Формочка детская для песка. Сейчас перехожу к другой клумбе. Вот такой листик. Это один из первых моих листиков. Покажу потом, какой лист я брала за основу. Вот здесь видно по краям. Вот эти края были очень тонкие. Они у меня отломились, когда я снимала, отбирала листик от бетона. Я не стала его выбрасывать, потому что первый листик мне он показался симпатичным. Прокрасила. Так он у нас здесь стоит. Они у нас, кстати говоря, кочуют. У них место жительства непостоянное. Там, где освобождается место. Но вот этот листик у меня здесь простоял все лето. Здесь потому, что ничего не растет, не посажено, поэтому он здесь прекрасно себя чувствовал. Там моя опять помощница, где я там и она. Сейчас уже перехожу еще к другой клумбе. Так, здесь у меня на этой клумбе три садовые фигурки. Здесь два листика и тыква. Эти листики большие. Здесь за основу я брала листку бачка. Они немножко разные. Один там... Сейчас поближе подойду. Здесь у этого листика. Здесь вот так сделано. Ножка была оторвана у листика. И не стала я делать там по-другому. А здесь вот смотрите, как я сделала. Здесь собирается вода, когда дождь. А на этом листике вода не собирается. Теперь еще тыква. Вот, везде за мной. Так, вот такая тыква. Это вообще тыква сделана даже не из цемента. Это сделана из гипса. Гипсовой штукатурки. Я делала вообще в Москве. Это была первая, самая-самая моя первая проба. Так, а теперь еще следующая клумба сейчас будет. Так, здесь еще два листика. Это клумба, у меня, которая напротив въезда. Только с другой стороны. Сейчас я покажу, чтобы было понятно. Поближе. Эти листики очень тяжелые. Первая, которую я сама показывала. Это листик, где у меня края откололись. Я здесь поэтому сделала потолше. Вообще очень тяжелый листик. Одной рукой я его поднять не смогу. Так, вот я сейчас их себе поближе возьму и поближе всех покажу. Этот второй листик, он потоньше. Пока там мы пересаживать собрались. Дерен здесь очень разросся. Обкопали и связали его, пока будем пересаживать. Вот еще раз покажу. Вот такие листики. Вот это растение, которое называется Дармера или по-другому Пентифилум. Я брала за основу, когда делала листики. Вот такой крупный лист. Здесь они есть листики и поменьше, и побольше. Кстати говоря, очень декоративное растение. Сейчас, конечно, уже осень. А может быть не очень аккуратно смотрится. После дождя здесь стоит вода. Вот дождей давно не было. А вот в этом еще, кстати говоря, даже вода есть. И в этом даже еще есть вода. Теперь вот такой листик. Это тоже листик, один из первых. Делала его в паре с тем листиком, которого откололись края. У этого тоже края откололись. Тоже я его не стала выбрасывать, я оставила. Этот листик покрашен коричневой краской. И потом уже немножко сверху я патиной прошлось. И вот это шарик. Значит, как делался этот шарик. На воздушный шарик я наматывала веревки. Вот потом уже наносила цемент. Потом шарик в дырочку лопнула, вытащила. Закрыла. Он очень легкий. Шарик очень легкий. Там внутри воздух. Ну вот теперь мои грибочки. Там еще один спятался. Сейчас вам большой покажу. Я его сюда спрятала. Потом объясню почему. Он у меня стоял в бархатцах. Вот здесь в бархатцах. Я поводирала огромные бархатцы. Бархатцы у меня в этом году с ума сходят. Огромные вот такие бархатцы. Это еще не огромное. Самое огромное я поводирала. И там совершенно не было солнца в полной тени и влажности. И у меня у ножки немножко растрескалось. Видите ножка. Верхний слой цемента растрескался. Но это можно отреставрировать. Пока я его так спрятала. Потом когда буду делать садовые фигурки. Мастер-класс. Сейчас этот грибок отреставрирую. Вот там грибочки. Сейчас не полезу. Я потом все их соберу. И уже поближе покажу. Поближе могу его показать. Такой грибочек. Проще всего из садовых фигур делать эти грибочки. Ну все. Сейчас уже их соберу все вместе. И уже в руки возьму. Буду каждый покажет поподробнее. Еще вот такая фигурка. Это тоже пробная. Попытка сделать что-либо. Узнаете? Это подставка под торт. Подложка. Принесла все свои поделки. Сюда к веранде. И сейчас по очереди каждую возьму и прокомментирую. И все-таки мне пришлось перебраться опять в свою беседку. Потому что там я в кадре со своими фигурками не поместилась. И сейчас я немножечко вам расскажу по каждой фигурке. А показывать подробнее уже буду в мастер-классе. Первой своей фигурку я делала в Москве еще. Это тыква. Тыква сделана из гипсовой штукатурки. Штукатурку я разводила водой. Добавляла немножко клея. У меня не было, конечно, в Москве цемента. И я делала из этой гипсовой штукатурки, которая осталась у нас после ремонта. Мне очень понравилось в интернете. Мне захотелось делать. Ну вот такая конструкция ведерко. На ведерко одевается либо обрезок колготок, либо гольфы. Туда закладывается уже раствор готовый. И потом завязывается, ставится на какое-то плоское основание. И вот такими денежными резинками я делала вот такой вот этот рельеф. Здесь перетягивала резиночками. И получился вот такой рельеф. Хвостик я уже вставляла потом. Это проволока, обмазанная раствором. Ну а потом грунтовала, красила и так далее. Сохла она у меня двое суток. Потом, когда уже начался дачный сезон, я решила попробовать уже сделать на даче что-то. Мне очень хотелось делать листики и грибочки. Но для начала я решила попробовать, что у меня вообще получится из цементного раствора. И первое, что я сделала, вот такая у меня была подложка под торт. Здесь очень такой мелкий рисунок. И я решила попробовать, как получится у меня вот такой, с таким мелким рисунком фигурка. Не знаю, для чего эта фигурка, конечно. Но вот такая она получилась. Она у меня лежит. Естественно, я ее не выбрасываю. Но просто хочу вам показать, что вот очень хорошо весь рисунок здесь прорисован. Так что весь все очень хорошо видно. Здесь раствор я делала более жидким. Для того, чтобы заполнились все вот эти пустоты. Для того, чтобы получился такой выраженный рельеф. Красила здесь я, кстати говоря, краской по бетону коричневой, а потом патиной. Она у меня по диаметру, по точности подходит под диаметр бревнышек, в которой у меня огорожена клумба. Так что она у меня вот так лежит на бревночке и немножко оживляет. Следующие фигурки, которые я тоже попробовала сделать, это форма детская для песочницы. Такие формочки. Тоже они прекрасно. У меня здесь все видно, весь рисунок. Так что вот такие фигурки получились. Это я красила патиной зеленой, окисленная медь и медью. И еще вот такая рыбка. Это тоже форма для песочницы детская. Тоже вот такая рыбка у меня получилась. Кстати говоря, можно использовать форму для запекания. Вот продаются формы для запекания всяких кулинарных изделий. Так что можно такие формы тоже использовать для различных фигурок из цемента. Потом вот такая вот фигурка у меня. Это подсвечник. Как делается этот подсвечник? Подсвечник я делала каким образом? Вот на такой же ведерко. Опять же, я надувала резиновый шарик. Он очень легкий, кстати говоря. Очень тоненький, очень легкий. Вот надувала шарик обычный и ставила его, закрепляла на таком ведерке. И уже на этот шарик потом сверху наносила раствор. Раствор стекал вот так неравномерно. И получился вот такой подсвечник. Он у меня все лето тоже простоял в клумбе. В него постоянно наливалась вода при сильных дождях. То есть было много воды. Ничего с ним не произошло. Я его покрывала. Здесь тоже у меня была кузнечная патина, которая осталась после патинирования перила беседки. Сначала здесь внутри было покрашено зеленой окисленной медью, а потом сверху обычной медью, тоже патина. А наружная часть наоборот. Вернее так же зеленом, а потом медью, только здесь медью поменьше. Такой получился у меня подсвечник. Здесь, кстати говоря, можно вставлять свечку. Потом я вставлю слайд. Можно вставлять свечку. У меня еще подсвечник такой есть металлический. Очень симпатично смотрится. Кстати говоря, это шикарный подарок. Можно сделать и подарить просто друзьям, родственникам. Великолепно смотрится. И не только для огорода, для сада, для участка своего на даче. Можно это сделать даже как предметом интерьера. И разного размера. Соответственно, шарик, как вы надуете, таким он и будет размером. Можно просто на какой-то маленький мячик так же сделать. То есть разного размера эти подсвечники можно делать. Так, теперь по поводу грибочков. Грибочки. Вот такие грибочки у меня. Три разных грибочка. Разного размера. Который большой, он самый тяжелый. Вот эти вот еще не такие тяжелые. Они немножко у меня разной формы. Я специально так делала, чтобы они немножко разной формы были. Они, когда стоят, у меня в пломбе очень даже похожи на настоящие грибочки. Здесь у меня вставила я листик. Это от туи веточка приклеила. Здесь просто вдавила какой-то листик, уже не помню какой. И такой есть рельеф получился на крышечке, на шляпке грибочек. Технология там точно такая же, как я делала тыкву. Вот такая. Также заливается сюда раствор, закладывается. Раствор должен быть погуще. Также завязывается, только ножка подвешивается, формируется сама ножка. А шляпка одевается потом либо на ножку, либо на бутылочку. Он тоже такой, по такой же технологии. Ведерко и обрезки чулок. Теперь шарик. Вот этот шарик. Этот шарик я делала также с использованием воздушного шарика. Надолу воздушный шарик. Также его поставила вот на такую же подставочку. Сначала только обмотала веревкой смоченной в клей ПВА, а потом у меня веревка эта высохла. И после этого я уже наносила раствор. Нанесла раствор, раствор высох. И потом я уже покрасила и запатинировала. Так, следующая фигурка. Так, по поводу грибочков еще я не до конца рассказала. Вот единственная фигурка, которая у меня, простояв все лето, у меня в саду, в клумбах, пострадала. Этот грибочек я делала по другой технологии. Шляпкам я заливала в половинку резинового мячика. Я мячик пополам разрезала и туда заливала раствор. А ножку я заливала в пластиковую бутылку. Из формы для ножки у меня была пластиковая бутылка из-под воды. И, как вы понимаете, вот так он как-то не очень похож на гриб. И поэтому я здесь потом добавляла раствор. И вот тот раствор, который я уже потом добавляла, налябывала уже поверх вот этой основной формы, он у меня, к сожалению, расслескался сначала, а потом вообще осыпался. Эти грибочки у меня стояли в клумбе, где у меня посажены бархатцы. Я сейчас показывала, где у меня эти грибочки стояли вместе с бархатцами. И бархатцы у меня в этом году обнаглели, разрослись так, что закрыли у меня все грибочки, а мы уезжали из дачи, я пропустила этот момент, нужно было, конечно, их оттуда вытащить. В общем, они простояли в сырости и полной тени. И когда я их оттуда выдрала бархатцей и грибочки перенесла на солнечное сухое место, вот он у меня через три дня растрескался, вот пошли вот такие трещины. А сегодня я его стала брать, и он у меня весь осыпался. Кстати говоря, вот эти грибочки стояли при таких же условиях, в той же сырости и полной тени, и с ними ничего совершенно не произошло. Так что вот такие грибочки, просто вот это вот наляпывание потом, раствора, оно всегда чревато. Так что лучше этого не делать. Я его реанимирую, когда буду снимать мастер-класс, буду делать раствор, я его попробую реанимировать, и просто потом уже не буду так резко менять ему режим температуры и влажности. Так, теперь еще, пока не дошли до листиков, покажу вам еще вот такую свою фигуру. Это, вообще не знаю, как это назвать, сфера, купол. Вообще это изначально делалось, как крыша для мельниц. Я хотела сделать мельницу, но потом я передумала делать мельницу, и это у меня осталось. Выбрасывать, конечно, как обычно не хотелось. Вот, и я ее решила хоть как-то декорировать. Значит, на наружной стороне я нанесла еще немножко раствора, и превращала листики, и получился вот такой, как бы, отпечаток листиков. Может быть, сейчас не очень хорошо видно, но я потом вставлю слайд. А с внутренней стороны также я нанесла раствор, и просто руками в перчатках вот так вот нанесла, вот такими волнообразными движениями, вот этот рельеф. А в серединке вставила розочку. А как я делала розочку? Значит, для начала я вам покажу сейчас, что у меня вот эта вот форма была вот для этого купола. Я склеила картон, его потом обклеила скотчем и пленкой, и на него уже накладывала раствор, наносила. И вот получился у меня вот такой купол. А розочку, вот эту розочку, сейчас покажу, из чего я делала эту розочку. Вот такая розочка. Эта розочка сделана из картона, из упаковки, из-под яиц. Значит, я сделала такую розочку, вырезала и склеила, и потом я несколько раз ее опускала в цементный раствор. То есть опускала, давала время на просушку. Он просушивался, опускала я его еще раз, и так несколько раз, по-моему, 3 или 5 раз. Потом вот он высох, вот такой получился цементный цветочек, цементная розочка. Потом также я его опустила в краску, дала стечь несколько раз, потом сюда заливала так, чтобы все полости свободно были прокрашены. и потом подсыхала и уже его приклеивала в серединку этой фигурки. Такая вот получилась розочка. Так, ну и теперь листики. Значит, я сделала самый первый листик свой, вот этот. Этот листик тоненький, достаточно легкий. Я делала пару, вот этот листик и коричневый. Сейчас тоже покажу вам его. И вот у этого листика у меня вот здесь отгололись края из того, что он был очень тонкий. Ну, конечно же, мне его было жалко выграсывать, потому что у него получился симпатичный, получился хорошо прорисованные прожилочки у этого листика. И я его просто здесь вот зачистила, то, что у меня осыпалось, и покрасила. И так он у меня стоит в клумбе. Сейчас такой же листик покажу второй. Так, этот листик у меня получился тяжелый, потому что тоже, если сказать и говорят, откалываются эти края, и я его тоже решила реанимировать. Каким образом? Я его на обратной стороне просто добавила раствора. Здесь добавила раствора. И у меня получился толстый, но зато он крепкий и уже не осыпается. Ну, и вот здесь я листик красила вторичной краской по бетону, а потом патиной. А этот первый листик я красила фасадной краской, белой с добавлением колера. У меня много разных колеров, я занимаюсь докупажем, поэтому колеров у меня полно всяких. Они, кстати говоря, очень недорогие. Я покупала и в Обе, и в Леруа. Там они порядка 30-40 рублей стоят. Я потом уже, когда мастер-класс буду делать, вам все покажу. Так, теперь следующие листики. Так, сначала по поводу формы для листиков. В конце видео я сбегаю за листиком, покажу вам, какой листик я использовала в качестве трафарета для этих фигурок. Вот такой вот листик еще. Этот листик очень тяжелый. А я из-за того, что у меня, во-первых, листик подкололись края, этот я решила сделать потолще. Он очень тяжелый. Его можно ставить вот так вот, то есть как чаша. Можно его на бок ставить, тогда получается вот он такой. А так стоит вода в нем. Очень симпатичный, как мне кажется, листик получился. Очень украшает свободные места в клумбах. Например, если у вас весенние какие-то цветы отцвели, и там пустое место, вот это красно он встает туда. И еще вот такой листик. Этот листик потоньше, полегче. Обратите внимание, у первого листика здесь было отверстие, а здесь вот у этих двух листиков отверстия нет. Потом листики тоже, если его поставить вот так, плоско, то там тоже будет стоять вода. Если поставить его на бок, то вода стоять уже не будет. Такой вот листик. Так, ну сейчас все-таки сбегаю я за листиком от Дармера, чтобы показать вам. Ну вот я притащила листик, сорвала. Это листик Дармера, или по-другому называется Пентифилум. Сейчас покажу вот на этой маленькой первой фигурке, на первом листе, как это делается. На горку песка, который смачивается немножко водой. Я из опрыскивателя смачивала водой, для того, чтобы песок не рассыпался. Кладется вот так вот листик, прожилками вверх. И на него потом сверху наносится раствор. Здесь можно делать отверстие, тогда хвостик у вас будет торчать. Можно хвостик отрезать и сделать, здесь закрыть все цементным раствором, тогда не получится у вас здесь дырочки. Листики эти на Дармере есть разного размера, есть побольше, есть поменьше. Так что можно любой размер листика сделать. Кстати говоря, можно любые листики использовать, и лопуха, и даже можно делать такую комбинацию из разных листиков. И листики можно делать и выпуклыми, и вогнутыми, и плоскими. В общем, по-разному. Можно даже дорожку из листиков сделать. Вот такой листик я использовала в качестве трафоэта. Трафоэта из очень хорошо прорисованы прожилочки. И очень хорошо, поэтому получается фигурка, рельеф на фигурке. Так, теперь еще покажу. Вот эти вот два листика, это использовался здесь в качестве трафоэта. Листика либо кабачка, либо тыква, уже не очень помню, в прошлом году делала. Но они там у меня рядом росли, так что они похожи, к тому же. Вот здесь я закрыла, здесь я дополнительно накладывала здесь еще какой-то листик, для того, чтобы здесь закрыть, чтобы здесь стояла вода. То есть получается, что этот листик, как паилка для птиц, здесь стоит вода. У меня там кошка пьет, кстати говоря, из этих листиков, когда дождь. И вот такой вот листик, это, в принципе, то же самое, только здесь вот я не стала закрывать. Оборвала хвостик у листика, здесь вот закрывать не стала. Достаточно тяжелый. Так, теперь по поводу того, чем я покрывала все свои фигурки. Все свои фигурки я покрывала в качестве защиты. Ну, красила я уже сказала. Это краска фасадная белая я покупала. Единственное, что я покупала для этих фигурок, это фасадная краска. Все остальное у меня оставалось после строительства и цемент, и пескобетон, и плиточный клей, вот, и колеры у меня были куплены для докупажа. И акриловый лак тоже покупала для докупажа. Грунтовала и потом покрывала сверху для защиты я эти фигурки акриловым лаком на водной основе. Прекрасно он сохраняет, прекрасно защищает, но единственный недостаток у акрилового водного лака, то, что после дождя здесь появляется такая белая пленочка, несимпатичная. Но когда проходит дождь, фигурка высыхает, эта пленочка полностью белая, белый налет пропадает, и ничего не растрескивается, ничего с грибочком не происходит. Они простояли у меня все лето в клумбах, и дожди были, и роса, и все что угодно, ничего с ними не произошло. И еще хочу вам сказать, что когда буду делать мастер-класс, я буду пробовать защищать эти фигурки, то есть покрывать сверху после уже покраски. У меня есть вот такое замечательное средство. Это я покупала, когда мы делали ступени, и нам порекомендовали продавцы камня вот этот гидрофобизатор, это пропитка для камня. Это единственная пропитка, наверное, на рынке, по крайней мере, о которой я знаю, которая после нанесения, по которой можно красить. То есть у нее будет адгезия. Обычные гидрофобизаторы, после того, как они нанесены на камень, никакая краска на них не ложится, потому что адгезии нет, будет отставать. На этот гидрофобизатор, на эту пропитку, краска ложится. Ну вот такой, дорогущий зараза, но очень рекомендовали, буду пробовать. И попробую лаком для камня. У меня осталось, наверное, полканистра, тоже буду пробовать, но я пробовала его на камне, там тоже появляется белая пленочка после дождей, но она потом пропадает, но тоже такой же эффект, как и у акрилово-водного лака. Она, наверное, все показала, да, не показала вам еще свои кашпо. Так, вот такие кашпо я тоже делала в прошлом году. Здесь ткань смачивается в цементном растворе, потом одевается, как бы, на какую-то емкость, на горшочек цветочный, там на что угодно, на ведерко, высыхает, вот в это можно подворачивать. Ну, я не знаю, буду ли я делать мастер-класс по изготовлению таких кашпо, потому что они, конечно, хрупкие, цемента, здесь цементного раствора мало, хотя я потом добавляла немножко цементного раствора, когда подсохли. В общем-то, они, конечно, для улиц не очень хорошо предназначены при наших погодах, при наших дождях. Вот они у меня простояли практически все лето, правда, на улице. У меня здесь были посажены розы и бегонии, и хвойники я здесь сажала, но потом я все пересадила, кручу, бегонию, клумбу и розы, а хвойники кручевые, поэтому они есть пока стоят, уже остался только геронзит внутри. Так, и вот такой еще, в такой форме еще. Вот что я говорила вам, что они все-таки хрупкие. Не знаю, сейчас будет видно или не видно, когда я вынимала. Здесь вот видно или не видно, когда я вынимала горшок, из кашпо. Я задела немножко край, здесь внутри, и у меня цементный слой отвалился с краской. То есть, все-таки, конечно, он такой хлипкий достаточно. Фигурка хлипкая достаточно. Так, ну вот, наверное, все на сегодня следующих. А, еще одну фигурку. Подождите, еще я забыла вам показать другую кашпо. Так, вот это кашпо. А также делалось, переворачивалось на цесочный горшок. Но здесь я потом побольше добавляла цементного раствора, и он, конечно, покрепче. Он такой, достаточно крепкий, тяжелый. Вот здесь у меня тоже керамзит. Тоже здесь шустрел из паутины уже наросла. Ну вот, такие вот еще кашпо можно делать. Ну, кстати, говорят, делать их, наверное, для помещения возможно, но, наверное, как-то нужно получше защищать, для того, чтобы не осыпалось у них, вот этот цементный слой не осыпался. Все, на этом заканчиваю. Уже в следующих видео будет мастер-класс по изготовлению фигурок. Не знаю, что буду делать первым, но, скорее всего, либо грибочек, либо тыкву. И потом уже буду делать листики. Все, всем удачи! Не забывайте подписываться на мой канал. Желаю всем, чтобы у нас продлилась еще хорошая погода. У нас лето было шикарное. И пускай у нас еще и осень будет теплая и шикарная. Всем удачи! Хорошего настроения! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok